Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о том, как узнать, есть ли у вашего ребенка органическое поражение желудочно-кишечного тракта и нужна ли ему диета. Во многих случаях обыкновенный анализ крови способен рассказать очень много о том, есть ли у вашего ребенка органическое поражение желудочно-кишечного тракта, и если есть, то на какие органы стоит обратить внимание. Нужно ли держать ребенка на диете, нужны ли витамины и прочее. То, что я скажу дальше, это основано на опыте с детьми, которые к нам приезжают в центр и проходят лечение. Эти дети, как правило, имеют диагноз аутизм, рас или умственная отсталость, с разными вариациями. То, что я скажу ниже, относится именно к этим диагнозам, потому что те же показатели в других контекстах могут иметь другой смысл и другое значение. Если вы посмотрите на подробный анализ крови вашего ребенка, то вы увидите, что есть несколько разделов, как правило, и каждый раздел содержит много показателей. Эти анализы, их внешний вид, по крайней мере, может очень сильно различаться между странами, между лабораториями. Иногда даже измерения проводят в разных единицах измерения. Но это все не важно, потому что всегда есть одна и та же суть, которую можно выделить. И поэтому развернутый анализ крови всегда информативен для того, чтобы понять, что же произошло с ребенком, почему он такой, какой он есть. Я сейчас расскажу вам о той связи, которую мы увидели у тех детей, которые у нас были, и теми органическими поражениями, которые мы у них находили. Начнем с первого раздела. Первый раздел в любом анализе крови обычно это гематология. То есть, собственно, это подсчет того, сколько и каких клеток есть в том образце крови, который лаборатория получила. Опять же, они могут быть по-разному оформлены в зависимости от страны, от лаборатории, но это не важно. В таком анализе крови в разделе гематологии обязательно должен присутствовать подсчет лейкоцитов. Лейкоциты – это белые кровяные клетки, которые участвуют в защите организма от инфекций и впрямую связаны с качеством иммунитета человека. Общий подсчет лейкоцитов учитывает все виды белых кровяных клеток без их разделения. Давайте посмотрим на этот параметр. В каждой лаборатории, как правило, указывают рамки нормы для каждого параметра, и поэтому неважно, в каких единицах они это измеряют, потому что очень легко можно понять, показатель, который вы видите в распечатке вашего ребенка, он внутри нормы или он вне нормы. В некоторых лабораториях те параметры, которые выходят за норму, даже немножко, их выделяют жирным шрифтом, то есть их вообще очень легко увидеть. У детей, страдающих аутизмом раз или умственной отсталостью разной степени, как правило, уровень лейкоцитов лежит вне рамок нормы. Они либо повышены, либо понижены. Отклонение, как правило, небольшое. То есть на это важно обратить внимание, потому что это, как правило, игнорируется. То есть, например, при норме там от 4 до 11, результат анализа может показывать, например, 11.6. То есть видно, что показатель вне рамок нормы, с другой стороны чуть-чуть, то есть не сильно. Такое повышение или понижение количества лейкоцитов в крови, как правило, остается без внимания врачей по причине того, что это может быть случайностью, например, из-за порезанного пальца или еще из-за какой-то мелочи. В нормальных обстоятельствах этот показатель должен вернуться в норму через пар-тройку недель, если повторить анализ. У детей с аутизмом при повторном анализе крови лейкоциты не возвращаются в нормальной рамке, остаются либо повышенными, либо пониженными. Если у вашего ребенка анализ крови показывает ненормальные лейкоциты, особенно если это не первый анализ, то это может указывать на наличие хронической вирусной инфекции в организме, с которой организм просто не может справиться. Дальше анализ показывает состояние разных видов белых кровяных клеток и их соотношение. И эти показатели тоже могут нам кое-что интересное рассказать. Следующий показатель – это нейтрофилы. Количество нейтрофилов в крови. Нейтрофилы – это такой вид белых кровяных клеток, наличие достаточного количества которых является важным фактором в борьбе организма с разными инфекциями. У детей с диагнозами аутизм, рас и умственная отсталость, как правило, можно наблюдать сниженное количество нейтрофилов. Причем, опять же, снижение это будет небольшим. То есть показатель может быть либо слегка ниже нормы, либо находиться близко к нижней границе нормы. Это, опять же, указывает на наличие вирусного воспаления в организме ребенка. Но кроме этого, это еще указывает на то, что у ребенка сниженный иммунитет. То есть он борется с инфекцией и не справляется. Следующий вид белых клеток, которые, как правило, присутствуют в анализе – это лимфоциты. Это другой вид белых кровяных клеток. Они отвечают за адаптивную функцию иммунной системы. Часто при сниженных нейтрофилах в анализах детей с аутизмом раз или умственной отсталостью можно увидеть повышенный уровень лимфоцитов. Это уже более четкий признак наличия активной вирусной инфекции. Стоит также посмотреть на показатели и других видов лейкоцитов. У детей с аутизмом раз и умственной отсталостью отклонения от нормы очень маленькие и часто просто игнорируются. Например, при нижней границе нормы в 50% для нейтрофилов показатель может быть 33%, а при высшей границе нормы лимфоцитов в те же 50% реальный показатель может быть 54%. То есть, на первый взгляд, отклонения очень маленькие, ничего катастрофического не происходит, и делать с этим как бы нечего. Но при внимательном сопоставлении всех таких отклонений можно многое понять о причинах заболевания ребенка. Следующий гематологический показатель называется гематокрит. Это по-английски, как правило, он еще обозначается HCT. Наверное, в русскоговорящих странах там как-то по-другому обозначается. Этот показатель обозначает процент красных кровяных телец в общем количестве крови. Если этот показатель ниже нормы или близок к нижней границе нормы, это говорит о том, что ребенок страдает от какой-то степени анемии. У детей с аутизмом, рас или умственной отсталостью очень часто можно наблюдать пониженный уровень HCT. Следующие два показателя – MCH и MCHC. Первый – это среднее количество свободного гемоглобина в крови, а второй – это его концентрация. Эти показатели дают уточняющие детали к предыдущему показателю. MCH показывает среднее количество гемоглобина в красных кровяных телцах, а MCHC показывает концентрацию гемоглобина в крови. Низкие величины этих показателей может указывать на гипохромную анемию, которая, в свою очередь, может вызываться отравлением свинцом, опять же, неспецифическим воспалением, например, вирусным, или нехваткой железа. У детей с аутизмом, рас и умственной отсталостью могут наблюдаться противоречивые результаты. Например, может быть низкий MCH и при этом относительно высокий MCHC. Это может указывать на то, что происходит процесс активного разрушения красных кровяных телец и что присутствует свободный гемоглобин просто в крови вне этих телец. Причиной этого явления может являться аутоиммунная гемолитическая анемия, которая возникает из-за того, что иммунная система ребенка атакует собственные кровяные телца. Собственно, при таком повреждении, как правило, у ребенка повреждена печень. Аутоиммунная реакция организма также может быть причиной поражения центральной нервной системы у этих детей. Если у ребенка повреждена печень, на что может указывать этот анализ, то ребенок очень выборочно относится к тем продуктам, которые он готов употреблять. Мы поговорили сейчас о самом общем анализе крови, который делают в любой лаборатории. И, конечно, этот анализ не дает детального объяснения о том, что именно повреждено у ребенка и почему. Но уже внимательно читая и анализируя эти показатели, можно понять, есть ли у него органическое повреждение внутренних органов. И, собственно, мне кажется, что это уже достаточный признак. Если эти анализы соответствуют картине, которую я сейчас описала, то это уже достаточный признак, чтобы насторожиться и начать проверять дальше и делать дальнейшие анализы. Для того, чтобы установить более точную причину. По нашему опыту, дети, которые приходили с такими анализами и имели диагноз аутизм, рас или умственную отсталость, имели причиной для своих проблем повреждение центральной нервной системы во время внутриудробной вирусной инфекции, причем, которые происходили на разных сроках беременности. У таких детей были, как правило, повреждены, помимо центральной нервной системы, печень, поджелудочная железа и почки. Собственно, почки всегда страдают, когда желудочно-кишечный статакт поврежден. Таким детям нужно с большой осторожностью давать витамины, так как некоторые из них могут давать дополнительное отравление, в силу того, что организм просто не способен их усвоить. Для этих детей необходима диета. И ориентироваться здесь можно на продукты, которые ребенок согласен есть. Причем это утверждение верно, если у ребенка повреждена печень. Если печень у ребенка в порядке, то избирательность определяется другими параметрами и другими принципами. Некоторые из таких детей склонны к аллергиям и диатизам. Некоторые могут плохо усваивать некоторые виды белков и могут даже давать, например, кетоновые тела, если их кормить теми белками, которые они не способны усвоить. Опять же, в силу сниженного иммунитета, такие дети склонны к паразитарным инвазиям разного типа. Этот обзор очень короткий и является первым в серии запланированных обзоров, как функционирует желудочно-кишечный тракт у детей с аутизмом, рас и умственной отсталостью, и как определить, что именно повреждено. Мы постараемся выпускать эти обзоры по мере возможностей и по мере поступления нового материала. А сейчас всем до свидания, хорошего дня и здоровья! Продолжение следует...